Привет, народ! Сегодня у нас 1 ноября, у нас уже волно снега. Сегодня мы выехали за рыбой, которая называется сиг на русском, whitefish на английском. Сейчас рыба идет на нерест и ее можно ловить с очками. Кому-то покажется, может быть, наконец-то, но мы делаем все в рамках закона, и давайте посмотрим, что у нас получится. У нас сегодня 5 человек, в лодку сядут 3 человека, мы с Сережей поедем на машине, ближе туда, где ловится рыба. Сейчас подготавливаем лодку к спуску, и встаем. Очень скользкая ледяная дорога, будет интересно, на самом деле, доставать лодку. Спустить-то легко, гравитация помогает. И как бы самим не упасть, пока идем к спуску. Субтитры делал DimaTorzok 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 Серёга, помаши ещё раз, Слышка. Всем привет, спустили лодку. Сейчас надо будет подняться по ледяной дороге. В чём сказать про погоду? Кто-то думает, что это просто как супермаркет за рыбой с ним? Это как в охлаждённый супермаркет за рыбой сходить. А, и самому наловить из аквариума. Но должно быть интересно. Будет интересно. Даже если ничего не понимается, всё равно будет интересно. Да, в том году у нас в октябре, в конце октября выпал почти пол метра снега. Открыли дамбу и невозможно было подойти. Но в этом году... В этом году мы остались звать хищ. Ели позапрошлым. Да, оно с января закончилось. Поэтому больше ничего не ели. В позапрошлом году у меня 75 лет было. Они пойдут на лодке до дамбы. А мы с Серёжей на машине подъедем туда и берем. Будем руководить всем процессом. Вот Серёжа снимает видео. У нас такая коллаборация. Да. Ну вот примерно так это происходит. Есть люди на лодках. Есть люди в забродах заходят. И длинными сачками по дну ведут. Пытаются поймать рыбку. Тяжело на ходу на лодке без якоря. А вот только... Мы попрекали, было нехорошо. Да. Мы пиодочки, я их на гадочке. И тут рыба, а я садовался. Рыба, он там где-либо, вот из ухода. Рыба сюда пицца в селочек. А там где-то везет. Вот как Сиде здесь. Не трудно она встает. Она подойдёт. Между 4 рублей у неё гянтвы. И там где-то 3-4 метра, да, она стоит. Так он нужен сначала длинной ручкой, опять же, все, кто видит, здесь будет черная вода, какие-то цинки есть, кто-то ловит, ну, на какую лицензию берет байкстальку. Да. Опять же, пытаюсь применять браконецку, только то, что у нас разрешено по походу. Рыбы много, но все равно, если видишь, 20 точно. Отвяжем, кто еще не поймал. Сейчас продолжаем прикинуть наши ребята, туда снизу. Да, на самом деле, эту рыбу коммерчески тоже вылавливают. Да, коммерчески ловят. И она стоит в районе 3,50 за полкило. Да, почти 450 грамм, 3,5, то есть килограмм, вот где-то 8 долларов за килограмм рыбы. И здесь вычисли, что каждая рыба на где-то килограмма 2-3. Да. Можете посчитать, вы за одну-две рыбки отбираетесь. Литвинцы. Годовые. Литвинцы. Годовые. 120, плюс они сейчас ввели 450 сбор какой-то административный за ковида. Но как-то рыбки нет, люди не вытаскивают. У тебя вроде как вчера говорили-то, что было. Ну, посмотрим еще. Да, я хотел рассказать. Давай, Сережа. Сережа до этого рассказывал, сейчас Леня будет рассказывать. Значит так, постояли мы здесь минут 20, 30, 15. Сколько? Глебан. Простояли несколько минут, никто рыбу не достал. Решили то, что мы не будем дальше мерзнуть. и поедем обратно вытаскивать платку. Поедем. С пустыми руками. Не каждый раз все получается. Да. Бывает и так важно. Рыбалка делала так же. А или она еще не пришла или она уже ушла? Ну, что ты думаешь? Думаю, не знаю. В этом году странный. Будем мониторить. Коронавирус. Рыба боится коронавируса, заразится. Там чуваки на лодке говорят, что достали только одну рыбку. Пойдем тоже домой. Мы вернулись обратно на рамку, где спускают лодку. Ребята еще не пришли. Покажем вам, как она здесь выглядит вообще. Красота. Это Виннипе Грибур. Упадает в озеро Виннипе Глейк. Там вот, недалеко, километр в 5. Виннипе Глейк. Самое большое озеро в Манитобе. Красиво тут. Прохладно, правда, сейчас уже, но красиво. Там, возле дамбы, ребята поймали только одну рыбу. Не наши ребята, а поймали одну рыбу. Ну, мы решили, что мы не будем сильно много пытаться поймать. Все-таки не умираем с голоду. Конечно, обидно. Сейчас посмотрим. Может, пойдем еще куда-нибудь. Попробуем. Да. Ну, с этой стороны. Сейчас ты хорошо. Хорошо? Хорошо? Да. Сейчас стоит? Хорошо. Вот. Вот я вот так не могу. Сделай так сто раз. Однозначно, сто раз буду делать так. Я научился с прицепами назад сдавать и идти. Ты научился давать назад? С прицепом. Не давать, а сдавать. Сдавать с прицепом? Да. Зачек тут прыгает. Мы взяли с собой у нее. Еще одно место мы приехали. Здесь вода очень низкая. Для сравнения. Здесь 1 тонная мата. Метра находится где-то метров 6 выше нас. В том году была под водой. Мы как раз там спускали лодку. А в этом году воды нет. И замерзл уже. Всем пока. Увидимся в следующий раз.